Всем привет! И сегодня у нас на обзоре необычное устройство. Наверняка вы все уже знакомы или сталкивались с такими устройствами, как подогреватель кружки от USB, увлажнитель от USB, вентилятор от USB и даже холодильник от USB порта вашего компьютера. Но немногие видели или сталкивались с подогревателем еды от USB порта вашего компьютера. И сегодня это устройство у нас на обзоре. Ну что же, начнем наш обзор. Поехали! Устройство пришло вот в такой коробке. На коробке мы видим рисунки трех вариантов оформления. Мне достался четвертый вариант, не показанный на рисунках. И сюрприз-сюрприз, как он выглядит, мы скоро узнаем. Также на коробке есть надпись на английском. Сохраняет теплым ваш обед или завтрак. На обратной стороне инструкция, которая рассказывает нам о правилах использования устройства. Первое, открываем разогреватель. Второе, заворачиваем контейнер с обедом в пакет. Третье, кладем контейнер в устройство. Четвертое, закрываем устройство. Пятое, подсоединяем питание от USB. И шестое, видимо, предупреждение, что внутри имеются нагревательные элементы, и к ним не нужно прикасаться руками, так как они могут быть горячими, или вас просто шабанет током. Так, с коробкой все. Откроем ее и посмотрим, что лежит внутри. Внутри у нас идет нестандартный кабель. С одной стороны разъем USB, с другой разъем круглой формы. Далее вытаскиваем сам контейнер для подогрева. Контейнер идет вот в такой пленке. Убираем ее. Четвертая версия оформления устройства перед вами. Контейнер для подогрева в форме плюшевой обезьянки. Точнее, наружная ее часть выполнена из материала, похожего на материал, из которого делают мягкие игрушки. И на бортике имеется рисунок обезьянки со звездочками. Версия с обезьянкой стоит в районе 500 рублей, а более строгая версия обойдется уже в 900 рублей. Контейнер для подогрева не имеет постороннего запаха. Он вообще ничем не пахнет. И это плюс. На внешний вид устройство выполнено на четверочку из 5 баллов. Во многих местах можно увидеть торчащие нитки. Сверху и снизу идут ребра жесткости, выполненные из пластика, сохраняющие форму контейнера. Устройство имеет два отделения. Верхнее отделение в форме мешочка, и нижнее основное отделение. Верхнее отделение предназначено для хранения разной мелочевки, типа специй, столовых приборов и прочего. Попробуем поместить туда вилку с ложкой. Как видим, отделение довольно вместительное. Первое отделение закрывается с помощью шнурка. Второе отделение закрывается с помощью молнии. И оно как раз и предназначено для подогрева еды. Молния довольно хлипкая и, наверное, не самая дорогая и качественная. По ощущениям чувствуется ее ненадежность. Внутри отделение выполнено из фольгообразного материала и по сути является термосом, сохраняющим тепло. Нагревательные элементы спрятаны в кармашках сверху и снизу. Они представляют собой пластину из пленки с проводящими ток дорожками по всей поверхности пластины. Пластина закрыта тоненькой тканью с обеих сторон, которая закреплена с помощью обычных канцелярских скоб. В нижнем кармашке также располагается нагревательная пластина. Она точно такая же, как верхняя, и поэтому мы не будем ее доставать. Два провода от верхней и нижней пластин выходят наружу через круглое отверстие в стенке основного отделения. На конце имеется разъем круглой формы. Давайте замеряем габариты устройства. Высота составляет 8-9 сантиметров, длина 19-20 сантиметров и ширина 14-15 сантиметров. Проведем тестирование. Для начала возьмем прибор для измерения температуры. На шкале прибора указана температура окружающей среды – 31 градус. Откроем контейнер и поместим термометр внутрь. Закрываем контейнер с помощью молнии и подключаем питание от USB-порта компьютера. Оставляем контейнер в таком виде на 10 минут. Через 10 минут открываем контейнер и фиксируем температуру. Прибор показывает температуру в 49 градусов. Теперь проведем следующий тест. Возьмем контейнер с едой и поместим в него градусник. Температура на градуснике составляет 31 градус. Закрываем контейнер крышкой, берем обычный пищевой пакет и кладем туда контейнер с едой, как показано в инструкции. Затем кладем все это в подогреватель и закрываем крышку с помощью молнии. Подключаем питание по USB. В таком виде оставляем подогреватель на некоторое время и с интервалами 10-20 минут будем замерять температуру в контейнере. Через 10 минут температура внутри контейнера составила 34 градуса. В зависимости от температуры окружающей среды или контейнера с едой, а также еды в контейнере, результаты могут отличаться. Еще через 10 минут 36 градусов. Также для максимального нагрева необходимо, чтобы контейнер с едой как можно плотнее прилегал к нижней и верхней пластинам. Еще через 10 минут 38 градусов. Через 20 минут температура внутри контейнера составила уже 41 градус. И еще через 20 минут 43 градуса. Итого через 1 час 10 минут температура контейнера с едой составила 43 градуса. Итак, тестирование показало, что подогреватель способен разогреть содержимое более чем на 50 градусов. Но для подогрева еды требуется очень большое время. Чтобы это время сократить, необходимо держать постоянный контейнер в закрытом состоянии и не открывать его время от времени, как делал я в тестировании. Иначе это увеличит время разогрева. Также необходимо обеспечить плотное прилегание нагревательных пластин, которые находятся сверху и снизу контейнера к вашему контейнеру с едой. Конечно, хотелось бы, чтобы устройство разогревало еду намного быстрее, но так как оно питается от порта USB, то сложно от него требовать чего-то большего. Но нужен вам такой гаджет или нет, решайте сами. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!